Практичная одежда. Может ли она выглядеть красивой, быть цветастой и при этом не маркой? Вполне возможно. При этом эта практичная одежда, которую мы вам показываем вместе с одеждой для продвинутой молодежи, салон Хип-Хоп, что на Ворошилово 29, она и стоит-то недорого. Да, вот я привык так одеваться. И в этом году, опять же, век живи-век учись, я понял, что в автомобиле надо ездить в легкой куртке, в которой можно потом не вспотевая выбежать из машины куда-нибудь. Вот типичный пример. Что за курточка? Видите, Коламбия. Такая она интересная курточка, включающая в себя еще и модную толстовку. Сейчас покажу. Замотчик опускается и толстовочка открывается. Толщина этой куртки, на улице, кстати, минус 7 градусов, всего миллиметра 3. Но это вот современные технологии, в которых можно и не потеть, и ездить спокойно. Сколько стоят такие технологии? Да, вот еще покажу. Видите, как рукав закрывается? То есть, в принципе, замерзли, немножко курточку опустили и все. Надо, туда войдут и замечательные горнолыжные перчатки. Ну, вот вам и одежда, и на каждый день в том числе. Теперь, господа металлурги, мои любимые рабочие, слесари, электрики, вся эта одежда сейчас доступна. Потому что стоимость вот этой куртки это 2,5 тысячи рублей. Здесь вообще очень демократичный подход к реализации той одежды, которая в новомодных спортивных салонах стоит очень дорого. Почему? Ну, это не нам решать. Главное, что это есть здесь, на Ворошилово 29. Конечно, вам не надо бежать сюда, потому что, ну, вот мой универсальный размер, это не совсем специфика хип-хопа. Но иногда зайти сюда стоит, потому что, ну, допустим, детей своих вы здесь оденете. Но главное, здесь можно одеть ваших больших друзей весом от 150 килограмм. Нет ничего комфортнее и ближе человеку, чем хлопчатобумажная одежда. Но технологию доведения до совершенства оной освоили только три страны. Китай, Турция и Египет. Хлопчатобумажная одежда сейчас греет не хуже шерсти, при этом не перегреваем. Выглядит не хуже замши и велюра и шелка. При наличии достойного, дышащего, внешнего защитного синтетического слоя она не мокнет и не заставляет человека потеть. То есть при введении активного образа жизни молодые люди не будут чувствовать себя дискомфортно. Кстати, что часто случается с теми, у кого ветер в голове? Естественно, это ветреное отношение к одежде. Но джинсы, привезенные в хип-хоп, выдерживают не слабую нагрузку на разрыв. Вообще, важно понимать, одежда должна быть легкой, не мнущейся, комфортной, теплой зимой и прохладной летом. Эти показатели максимально соответствуют спортивной тренировочной одежде. При кратковременном появлении в минусовую температуру на улице, без совершения активных движений, в течение 10 минут вы просто не почувствуете холода. Если же вы занимаетесь спортом, то дополнительный внутренний вентиляционный слой не даст вам потом промочить вспушенный хлопок. Цена этих красивых и практичных вещей в разы ниже аналогичных образцов с фирменной символикой, продаваемых в дорогих спортивных магазинах города. Одеть молодых людей недорого и практично по сути проблема, но стиль хип-хоп позволяет использовать мешковатую, но модную одежду на вырост. Не меньшая проблема одеть и тех, чей стиль хорошего человека должно быть много. И тут важно понимать, не тело надо загонять, блокируя кровеносную систему под размер, а размер и одежду модную и достойную выбрать здесь в хип-хопе. Красиво и стильно может выглядеть абсолютно любой человек, а люди с избыточным весом это 70% всех живущих на планете. И дубленки, и пуховики, и двухсторонние куртки, и это все естественно есть. Так же как и брюки, с длиной окружности от полутора метров. Красиво одетый большой человек выглядит не менее привлекательно, чем гламурный тощий хрыч. Ну конечно, наглядности ради мы специально пригласили человека хорошего, доброго, ну и достаточно большого. Для того, чтобы вы поняли разницу, во мне 120 килограмм. Но кто вам сказал, что хороший человек это человек чем-то обделенный? Нет, почему? Великолепно может себя чувствовать человек в 150 килограмм. Главное, как он одевается и вообще какой у него характер. Это только в детстве люди издеваются над людьми полными. А с возрастом понимаешь, что любить могут и классного мужичка, и с пузиком тоже. Что мы здесь? Здесь у нас пуховичок, и здесь у нас замечательный джемпер. И скажем честно, конечно вот после прошлой передачи сюда пришли большое количество моих поклонников, чтобы одеться так, как я. Весело, красиво и серьезно. Но вот здесь в основном, конечно, для пацанов, вот как вы сейчас только что видели. И вот для большаков. Очень серьезная и красивая одежда. Мы, естественно, пока не замечаем морозов. Но скоро минус 25, это будет естественное состояние. И чуть позже февральские ветра. Но современные технологии вентилируемой, но не продуваемой одежды позволяют забыть о тяжелых синтетических пуховиках, шубах и дубленках. Плюсом ко всему, эта одежда имеет сверхкрепкий внешний слой и может эксплуатироваться в экстремальных условиях. И кто вам сказал, что все должны выглядеть одинаково, серо, в сером, по сути, городе? Одежда для молодежи, спортивная и практичная. Одежда для больших людей, комфортная и удобная. Одежда недорогая, она есть. И адрес, где вы ее можете найти, это магазин модной одежды «Хип-хоп» на Ворошилова, 29. Продолжение следует...